Каждый год 19 января православные отмечают крещение Господне, которое сопровождается освящением воды и купанием в память о крещении Иисуса в священной реке Иордан. Жители северных регионов нашей страны окунаются в проруби, их делают в реках и называют Иордани. Такое погружение в ледяную воду, которая в этот день якобы обретает целебные свойства, считают многие верующие, очищает тело и душу. В церкви же говорят, что окунаться в воду в крещение вовсе не обязательно. Гораздо важнее принять участие в богослужении и причастии. Именно в этом главная суть праздника. Достаточно прийти только на богослужение. Ведь именно богослужение является самым важным, что необходимо сделать христианину в эти святые дни. Именно участие в таинстве причастия, где человек соединяется с Богом посредством принятия тела и крови. Собственно говоря, для этого и пришел Христос. Сочинцы, как и православные по всей стране, также следуют традициям. Вот только ныряют чаще всего в море. Вода здесь не такая холодная, как в проруби, но тем не менее и такое купание не всегда безопасно. Для неподготовленного к таким процедурам организма резкое изменение температуры может оказать негативные последствия. Особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми. Есть патология, возникающая на фоне данных погружений. Это и инсульты могут быть, это могут быть и инфаркты. То есть все то, что на выброс адреналина во время погружения прибудет к повышению давления. А это все может привести к какой-то сердечно-сосудистой катастрофе. И это было, к сожалению, могу сказать, что это было много, но два случаев моей памяти это было точно. Ну а тем сочинцам, которые решили присоединиться к крещенским купаниям, настоятельно рекомендуют делать это в специально отведенных местах. Таких в Сочи 10. Они оборудованы в каждом районе. В этих точках будут дежурить полицейские, медики и спасатели. В остальных местах окунаться в воду небезопасно. Для кого-то крещенские купания – это традиция и неотъемлемая часть праздника, а для других – дань моде. Но каждый, выбирая нырять или не нырять, в первую очередь должен руководствоваться здравым смыслом.